Я представляю Институт российских тестов и стратегических взаимодействий. И буду говорить о стратегии. Вода, власть, души, держали в ведушку. Воду года, внуема, дочерунцы, милцы, шеки, китай, иду. Китайская политика, выход из рубеж, называется один пояс, один путь. Куда ведет этот путь? Этот путь ведет к осуществлению китайской речи. Это путь китайской речи. Это не путь русской речи. Это не путь всего человечества. А есть ли в китайской политике что-то, что касается всего человечества? Есть. В прошлом году председатель Сидиньпин объявил стратегию сообщества народов единой судьбы. Единой судьбы человечества. Жанна на них не имеем в уху. Если ухо русского человека или человека, говорящего по-русски, прислушается, то речь идет о мечте человечества. Еще двадцать лет назад мечта человечества называлась коммунией. Светлое будущее, все вожжение. Кунчанчжи. Кунчанчжи. Шейцянчжи. Кунчанчжи. Кунчанчжи. Гуанмин. Светлое будущее. Кунчанчжи. Под светлой мечтой человечества была теория. Это теория называлась Максим Леминизм, Малдадум и Дири, по-китаю. Малдаджири Малдадум и Дири. Сейчас председатель Си Цзиньпия для китайской мечты объявил китайскую теорию, она называется социализм китайской спецификой «Новый год». Тому было так сказать, потому что накрутили ей все. Что так? Сейчас мы не будем. Мы должны догвинуться. Почему «Новый год»? Давай еще мышь и все не считаем. Потому что индустриальное общество закончилось. Индустриальное общество «Шерпунь и Шерпунь и Шерпунь и Шерпунь и Шерпунь и Шерпунь и Шерпунь. Переходят в пост индустриальное общество. И это общество называется или будет называться инструкционным обществом. У китайцев нет теории от строительства человеческой общей судьбы. Нет теории. Домом можно сказать, что из себя относится китайской специфике. И мы с вами живем и исключены. А в России есть? Да, это было с ним. Это было с ним. Наши девочки семья. Название этой теории неубой. Не было они. Джей Белилан, Даминташи, Хейган и Джон Джейсер. Такого еще не было. Чего ты считаешь, что это не было? Но это и есть теория для новой войны. Так что, как вы сейчас не считаете, не было? Что нужно сделать для того, чтобы люди, руководители, поняли, о чем это речь? Да, мне кажется, что это, когда вы это делали, то куда вы зашелся? Российская страна предложила построить музей, конструирование будущего. Что общего у наших народов единой судьбы? Вот, и это будучи. Российская страна знает, как построить этот музей. Ну, надо понимать, что музей, это не там-то огнемелые, значит, артефакты. Это храм Мус. Это можно и переводить. Так вот, значит, у нас, мы знаем, как его построят. У нас есть технологии конструирования будущего. Мы уже начали эту работу. И российская страна надеетесь, что китайская страна услышит наш сигнал и включится в эту работу. Потому что музей конструирования будущего больше всего нужен китайцы. Но я не знаю, что китайская страна услышит наш сигнал и китайская страна. И российская страна. Ну, это какого-то, что вы сказали? Я просто говорю о том, что такие предложения о поддержке этой идеи направлены. И соответствующие письма были направлены председателю Кэрмэра Цзиньпингу и президенту Российской Федерации. У этого музея уже есть название. Название какое-то? Пару своей одежды. Это символы. Потому что председатель Цзиньпин и президент Путин обменялись этими символами. Это парус. И парус – это парус летнего. Символ есть. Идея есть. Технологии есть. Можно приступать и выполнять задачи. И вспоминая политические завещания Ленинского. О, будущем сегодняшний. Я, как бы, всегда, не буду говорить, что это трудно перевести. Но напомню вам название для работы. Лучше меньше, то лучше. Поэтому все эти огромные планы культуризму, по экскурсиям, по песням, пляскам, значит, там, экономике, там, значит, всяким там прочим вещам, которые связаны с цехами, значит, энергетикой и так далее. Это все очень много, но лучше всего в том, что будет вести вперед. Этот самый музей вообще будет. Спасибо. 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 Спасибо.